На сегодняшнем уроке мы поговорим о стилях, которые чаще всего используются при редактировании шаблона WordPress. Это стили, предназначенные для изменения дизайна текста. Итак, первый стиль это Color, который используется для окрашивания цвета текста. Мы уже сталкивались с этим свойством в рамках нашего курса. Это свойство работает так же, как и свойство Background Color. Мы просто прописываем название свойства Color и указываем в качестве значения цвет, например, Red. Ставим точку запятой и посмотрите, наши стили применились. Тут также можно применить и все другие подходы для указания цвета. Как я вам рассказывал в прошлом уроке, это маркировка RGB, RGBA или маркировка через решетку. Следующим важным свойством является Font Size. Это свойство предназначено для определения размера шрифта, то есть размера текста. Так как клиенты будут открывать ваши страницы на различных разрешениях экрана, то и шрифт должен быть динамически адаптирован под различные разрешения. Поэтому вам необходимо задавать шрифт в процентном соотношении к родительскому блоку. Итак, мы записываем свойства Font Size и указываем значение, например, 100%. Очень часто, если вам нужно увеличить размер шрифта, необходимо подбирать значение от 110% или от 100%. Но это в рамках редактирования шаблона WordPress. Но это так был небольшой лайфхак. Следующее свойство, которое мы рассмотрим, это свойство Font Wage. Оно необходимо для задания стиля написания текста. Итак, мы прописываем свойства Font Wage. В качестве значения можем поставить Bolt, что автоматически сделает цвет шрифта жирным. Это вот такое свойство, которое позволяет заменить применение тега Strong, который также делал наш текст жирным, то есть конкретное слово или словосочетание жирным. Но преимущество подхода именно через стиль позволяет для различных решений экрана в различных случаях делать либо жирный шрифт, либо нежирный. А применение жирности через тег не позволит сделать такое динамичное изменение. Поэтому про тег Strong мы забываем. Используем вот именно стиль Font Wage. Но также у Font Wage, как помимо Bolt, есть значение еще Italic, то есть курсивный шрифт, как бы наклонный. И есть Normal, то есть шрифт станет обычным. Также нам стоит посмотреть на свойства TextAlign. Оно применяется к блокам, внутри которого есть текст. Его можно применять также еще и к тегам div и к другим многим тегам. Оно позволяет выравнивать контент. Итак, мы прописываем свойства TextAlign и в качестве значения выбираем, по какому направлению выравнить контент. Центр, то есть по центру, left, слева, right, справа. Чаще всего в 90% случаях происходит выравнивание по центру. И последнее свойство, которое хотелось бы рассмотреть в рамках данного урока, это наиважнейшее свойство FontFamily. Это свойство позволяет устанавливать шрифт для текста. То есть мы прописываем это свойство, а затем указываем название классического шрифта, например, Arial, запятая Verdana, запятая TimesNewRoman, запятая SansRif. Итак, мы установили шрифт приоритетный Arial. Но если браузер по каким-то причинам не может его подгрузить, то устанавливаем шрифт Verdana. А если его тоже не может подгрузить, то подгружаем TimesNewRoman. Ключевое слово SansRif обязательно и необходимо для автоматической подгрузки любого классического из шрифтов и стандартной библиотеки в случае, если ни один шрифт из перечисленных не сработает. То есть это свойство необходимо для того, чтобы пользователь в любом случае получил какую-то информацию, то есть какой-то контент. А, например, чтобы не вышло взамен этого ему какие-то иероглифы непонятные. Кстати, не обязательно указывать столько шрифтов. Мы могли бы просто написать Verdana, запятая SansRif. Но при использовании SansRif не забывайте никогда. Помимо классических шрифтов вы можете подключить оригинальные шрифты от Google. Под видео у вас будет ссылка на сайт, где можно подобрать шрифты. Вы просто выбираете нужный шрифт, устанавливаете все характеристики, затем кликаете по значку плюс, то есть по добавлению шрифта. У вас выходит такая панель, у вас внизу появляется сообщение, вы кликаете на него и перед вами открывается панелька выбранного вами шрифта. Вы копируете вот этот код, а затем специальные области для редактирования стилей. Вам нужно, то есть там это, переходите в WordPress в панель настроить, дополнительные стили, то есть там где обычно мы применяем все изменения, куда мы вводим все изменения по редактированию шаблона WordPress. Туда вы просто к соответствующему тегу в стилях прописываете вот данное скопированное свойство. То есть мы скопировали, смотрите, fontfamily, то есть это свойство, которое задает шрифт. И в значении этого свойства мы указываем, какой шрифт подключить. Да и кстати, учитывайте при отборе шрифта, к какому языку вы применяете шрифт, потому что шрифты, которые используются для латиницы, они могут быть использованы для кириллицы, так как это вообще другая стилистика. Поэтому всегда отбирайте шрифт, если для русского языка, то по кириллице, если для английского языка по латинице, там в фильтрах все понятно. Ну и в общем вы так вставляете стиль и применяются новые шрифты для вашей страницы. Также давайте поговорим о некоторых очень важных стилях. Первый стиль это дисплей. При редактировании шаблона WordPress очень часто приходится скрывать какие-то шаблонные элементы сайта. Например, фрагмент подвала, где указана реклама разработчика шаблона. В этом случае используется свойство дисплей со значением non, что означает не отображать какой-то элемент. Но внимание, в 90% случаев вам придется перебивать шаблонные свойства разработчика. Поэтому не забываем использовать ключевое слово приоритетности. Восклицательный знак important. Также я иногда встречал слегка косячные шаблоны, которые недоусовершенствованы разработчиками. Там имеется нижняя полоса прокрутки по горизонтали, что говорит о плохой оптимизации шаблона под различные разрешения экранов. Вам необходимо эту полосу скрывать. Для этого используется свойство overflow x со значением hidden. Но также иногда бывает полезным убрать и вертикальную полосу прокрутки в том случае, когда ваш сайт предусматривает контент на один экран. То есть тогда, когда не нужно прокручивать, то есть скролить сайт вниз. В этом случае используется свойство overflow y со значением hidden. Мы ставим ситуацию, вы создаете форму и подписи к этой форме указаны не рядом, а в самом поле. То есть, когда мы хотим применить современную верстку, когда название поля, например, для поля ввода имени, и эта подпись к вашей имени указана не сверху, а в самом поле, но при вводе информации в это поле данная подпись исчезает. Я уверен, многие это видели, это очень популярная сейчас такая тема, применять именно такие подписи. Так вот, и бывает очень часто полезным окрасить эти подписи в определенный черный цвет или выровнять, например, по центру. И вот эта подпись внутри поля называется placeholder. И для настройки этого placeholder используется конкретный код под каждый браузер. Все, что нужно сделать вам при обращении к конкретному браузеру, прописать вот такие свойства. Ссылка на данный код для копирования, для того, чтобы вы не с нуля писали, а у вас был готовый код, будет под видео. Вам просто нужно скопировать этот код, а само обращение вы не меняете, вы просто меняете стили. Если, допустим, если вам нужно вместо черной подписи сделать красную подпись, то вместо black поставьте red. Если вы хотите не по центру, вместо центр выравнивания значения текст свойства, текст align, поставьте left по левому краю или right по правому краю. Но вот это вот сложное обращение, вот специфическое под каждому браузеру, вы это не трогайте. То есть вебкит вы не трогаете это все. Теперь мы поговорим об очень интересных свойствах при наведении. Иногда необходимо при наведении на какой-либо объект окрашивать элемент в другой цвет или применять какие-то другие свойства. Например, у нас имеется блок, внутри которого имеется кнопка, и нам нужно, чтобы в обычном состоянии у кнопки был красный фон, а при наведении на блок, именно на блок, еще раз повторяюсь, при наведении именно на блок, кнопка меняла цвет фона на зеленый. Как это делается? Все довольно просто. Итак, мы сначала обращаемся к блоку, а затем нам нужно установить признак наведения на элемент, то есть использовать так называемое псевдосвойство. Мы ставим двоеточие и указываем ключевое слово hover, после чего обращаемся к дочернему элементу блока, то есть кнопке, которую необходимо изменить. То есть ставим пробел и обращаемся к кнопке, после чего прописываем новые свойства, которые активируются, если пользователь наведет курсора мышки на блок. Итак, для установки свойства для события наведения на блок, нам необходимо обратиться к элементу, при наведении на который будет что-то происходить. Затем устанавливаем события наведения, то есть устанавливаем слово hover и обращаемся к элементу, которому должны будут применяться те или иные свойства. Давайте посмотрим, что же у нас получилось. Посмотрите, все работает. Теперь давайте сделаем так, чтобы кнопка менялась не при наведении на блок, а на саму кнопку. Давайте более сложно обратимся к кнопке. Итак, мы обращаемся к блоку, затем к кнопке, как к дочернему элементу и устанавливаем признак наведения, после чего прописываем свойства. Теперь давайте посмотрим, что же у нас получилось. Посмотрите, при наведении на блок ничего не происходит, но вот уже при наведении на кнопку, к этой самой кнопке применяются стили. То есть главное запомните, что признак наведения должен стоять сразу после блока, при наведении на который должны применяться новые свойства. То есть главное запомните, что признак наведения должен стоять сразу после блока, при наведении на который должен меняться какой-то элемент сайта, а уж потом прописываем элемент, которому должны применяться какие-то свойства. Но если мы хотим, чтобы при наведении на конкретный блок менялся или именно этот блок, вложенный в него блок, то мы обращаемся к этому блоку, который должен меняться и уже после него ставим псевдокласс hover. А после hover сразу указываем стили. В такие стили, такие свойства при редактировании шаблонов WordPress используются очень часто. Более подробную информацию о всех псевдоклассах вы можете получить в инструкции. Ссылка на нее будет в описании. Слово сказать, что имеются псевдоклассы по посещенным страницам или ссылкам, или на которых мы уже что-то делали. В общем, почитайте и сами разберетесь. Там не сложно, просто остальные псевдоклассы практически не используются в шаблонах WordPress. Ну что ж, с основами технологии HTML и CSS мы закончили. У вас есть вся необходимая база. И теперь я вас непосредственно научу, как все-таки редактируются шаблоны WordPress на практике. Этим мы и займемся на следующем уроке. А впереди вас ждет домашнее задание. Ответьте на все вопросы и пришлите свое решение, чтобы во все оружие подготовиться к следующему уроку. Кстати говоря, если у вас есть возможность, то установите браузер Opera, так как я буду показывать процесс редактирования сайта, то есть шаблона WordPress, именно на примере браузера Opera. Ссылка на скачивание будет в описании. Если же не хотите скачивать, то можете использовать любой из имеющихся браузеров. В принципе, там все аналогично. Итак, до встречи на следующем уроке.